Внимание! Мешает реклама, появляющаяся снизу. Просто нажмите на крестик в правом верхнем углу появившегося модуля. Спокойного просмотра! Приветствую тех, кто работает в интернете. Меня зовут Валерий Иванов. И сегодня я отвечу на вопросы, касаемые платежной платформы IPAut. Поскольку люди все активно и активно начинают использовать ее, и возникает большое количество вопросов, которые, ответы на которые, явно, казалось бы, нигде не прописаны. Но мне было интересно эту систему изучить. Я полазил, и теперь я отвечу на ваши вопросы. Очень часто встречается такой вопрос. Что делать с платежными требованиями, которые болтаются вот здесь, в кабинете? Удалить их нет никакой возможности. Действительно, раньше была такая возможность. И можно было удалить, просто выйти в раздел, в меню, и удалить эти платежные требования, чтобы они больше здесь не висели. С недавних пор такую возможность отключили. Почему это сделали, я не могу сказать на этот вопрос. Но сейчас единственный способ избавиться вот от этих вот зависших платежек, причем они у меня появились здесь, тогда, когда я записывал обучающие ролики, и создавал эти платежные требования в бэк-офисе Argent Global Network. Только там созданы требования, появляются здесь. И теперь, чтобы эти платежные требования отменить или удалить, нужно будет написать письмо в техподдержку Argent, и попросить отменить эти платежки. В таком случае они исчезнут. Но сейчас у нас саппорт завалит, насколько вы знаете, вопросами верификации. И заниматься такой ерундой, ну и я думаю, что нескоро вы получите ответ. К сожалению, пока так. Все время у нашего саппорта сейчас уходят на верификацию документов. Да, собственно говоря, вот эти платежные требования, они вам никак не мешают. Если вы деньги выводите из Argent и направляете их в IPA, а потом дальше на Kiwi или на свою карточку, или на предоплаченную саму IPA-скую карточку, то вот эти платежки, они вообще никак не влияют. Ну висят и висят, ну болтаются и болтаются, да и бог с ними. Если же вы деньги наоборот заводите, то в таком случае просто снимите галочки. Вы же формируете новое платежное требование, какое-либо. Например, там покупаете пакет за 300 долларов, и у вас появится это платежное требование вот здесь за 300 долларов. Если вы галочки не снимете, то у вас вот с кошелька, вот с этих вот денег, будут оплачены те платежки, на которые хватит денег. Если у вас здесь 300 долларов, значит будут оплачиваться они в порядке очередности. Если вы не хотите их оплачивать вообще, снимите галочки и оставьте галочку только на том платежном требовании, которое вы сейчас хотите оплатить. И дальше оплачивайте. Как это сделать, я снял уже тоже, по-моему, парочку роликов на эту тему. Вот. Другого способа избавиться от платежных требований, кроме как написать письмо в Саппорт, скажу еще раз, нет. Вопрос номер два. Можно ли перевести деньги между кошельками? Если у вас открыт кошелек такой же IPAut, но в другом проекте, где-то вы работаете, тем более что IPAut настолько популярная платежная платформа, что в ней, ну вот, я уже знаю, четыре кошелька. У меня, например, открыто только четыре кошелька IPAut в разных проектах. Они есть, но пользуюсь я только двумя. Здесь и еще в одном проекте. Так вот, мысль такая, что перевести деньги из кошелька одного проекта внутри IPAut в кошелек другого проекта IPAut невозможно. Такая возможность не предусмотрена, поскольку сам IPAut видит эти проекты и видит эти кошельки как совершенно самостоятельные и не связанные между собой. К сожалению, такой возможности перевода нет. Дальше идем. Как посмотреть расходы по карточке? Если вы уже заказали карту, IPAut, предоплаченную карту, об этом тоже я подробно снял, три или четыре ролика, поэтому сейчас расскажу только, как посмотреть ваши расходы по карте. Мы выбираем раздел «Моя учетная запись», предоплаченные платежные карточки, вот загрузился баланс счета, 33 цента, ну я все деньги потратил, либо снял, мне нужны были, и для этого и вводил. И вот здесь у нас есть такой раздел, называется «Истории». Нажимаете на него, и у вас подгружается вся история покупок. Покупки, снятие денег и прочее, прочее, прочее. Все. Какого числа, какая сумма была снята, какая комиссия была, то есть все комиссионные расходы, все у вас здесь очень понятно. Вот покупка продуктов, снятие наличных, опять продукты, снятие наличных. Все у вас здесь очень прозрачно видно, это очень удобно. К сожалению, с сервиса SMS-уведомления мгновенно в момент снятия денег либо совершения покупки в магазинах в IP-Ауте не предусмотрено. Так что все ваши действия, историю проводок и платежей вы можете посмотреть, придя домой, сев за компьютером, вот и войдя в ваш бэк-офис. О том, как перевести деньги из кошелька в кошелек внутри одного проекта, я уже тоже снял видео. Как оплатить с другого партнера, я тоже об этом снял видео. Сколько стоят карточки, как вывести деньги на карточку, сколько времени карта приходит из Англии, а карта приходит именно из Англии. Как карточку активировать, обо всем об этом я тоже рассказал в своих видео. Смотрите видео на моем канале, подписывайтесь, задавайте вопросы прямо под моими роликами. И еще раз я пожелаю вам обильных денежных потоков. Всего хорошего. С вами был Валерий Иванов. До свидания. Материал оказался полезным и интересным? Нажмите «Мне нравится» прямо под видео. Оставьте объективный комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы в числе первых получить самое свежее видео. Благодарю.